всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу показать вам рецепт даже не рецепт а способ как из вчерашних остатков приготовить сегодняшнюю вкусняшку например вчера вы наготовили блинов с мясом наелись от пузо а начинка осталась вот чтобы сегодня не давиться в сухую эту самую начинку можно пустить на сегодняшний рецепт у меня правда таких остатков под рукой нет и сегодня приготовлю вы сделаете вид что это все вчерашняя и так понадобится вчерашний обжаренный фарш и вчерашний вареная картошка и панировочные сухари для вчерашнего фарша у меня вот свежий приготовлен тут же лук чеснок немного томатной пасты картошка ну и яйца к ней заморачиваться сейчас и чистить картошку мне рень поэтому я ее творю прямо в мундиве это неважно как она для пера будет сварена вообще а сам пока займусь начинкой что именно свою начинку положите на набор клярности и прочее неважно выбирайте на свой вкус так соль перец теперь допустим вчера вы обжарили фарш и положили то рис начинка для блинов стандартная а сегодня она суховато чтобы немного добавить сочности можно добавить бульона можно добавить томатной пасты как я это сделаю можно например а муки немного и молока чтобы получить такой соус типа бешамеля короче фантазируйте все пусть остывает и картошка тоже все пусть осталось Можно приступать. И точно так же с остальными шарами. Все, можно начинать. Учитывая, что начинка готова, да и картошка тоже используется уже готовая, вынимать нужно из масла, ориентируясь на внешний вид. Температура обжаривания в фритюре 160-180 градусов край. И еще момент, если у вас картошка слишком мягкая, слишком свежая, картофельное пюре, то готовые вот эти фрикадельки можно немножечко подморозить, ну, охладить, по крайней мере, в морозилке. Недолго, минут 10-15, я думаю, хватит для того, чтобы схватиться и принять такую плотненькую форму. А подавать я их буду со сметаной и соусом-барбекю. Я, кстати, рецепт соуса-барбекю уже показывал вот в этом ролике. Щелкайте, посмотрите. А вы можете, к примеру, киченес замутить. Уже очень хочется есть. Ну и наконец-таки проба. Отлично. Ничего неожидаемого здесь и быть не может. Классное картофельное пюре, классная начинка, классный соус, который хорошенько сглаживает эту самую сметану. Так что, если вам не хочется давиться вчерашней едой скучноватенькой, вы можете вот таким способом ее очень даже неплохо расцветить. И день у вас заиграет новыми красками. Так что берите рецепт на вооружение, пользуйтесь. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, по промокоду ФЛЕСКО вы можете сэкономить. Ножи РЕПТИЛЬ очень классные. АУС-10, заточка на линзу и очень классная удобная ручка. Смотрите, ребристая, рука не скользит. Мне, кстати, очень нравятся. Прям удобные. Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова